Сегодня приготовим ватрушки с повидлом. Для начала подогреем молоко до температуры 35-37 градусов. Затем в молоко добавим 4 столовые ложки сахара, 11 грамм дрожжей, 1 чайную ложку соли, перемешаем и начинаем потихоньку вводить муку. Замешиваем тесто. Сначала замешиваем тесто ложкой. Когда становится затруднительно вымешивать ложкой, начинаем вымешивать тесто руками. Затем добавляем 1 яйцо, 70 грамм растопленного сливочного масла, немного муки и продолжаем замешивать наше тесто. После того, как тесто замесили, мы оставляем его на полтора часа в теплом месте, чтобы оно подошло. Через полтора часа выкладываем наше тесто на присыпанный мукой стол. Немного вымешиваем его и делим на 12 равных частей. Скатываем их в шарики. Затем начинаем делать наши ватрушки. Берем один шарик и раскатываем его в небольшую лепешку. По центру каждой лепешки делаем углубления. И при помощи кулинарного мешка я вводила повидло. У меня было сливовое повидло, я закрывала его прошлым летом. Ватрушки выкладываем на противень, покрытый пергаментной бумагой. Я делала на решетке, но это без разницы. Пергаментную бумагу я смазываю растительным маслом. И оставляем их отдыхать на минут 20. Через 20 минут смазываем наши ватрушки яичным белком. и отправляем их выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Повидло обязательно должно быть густым, иначе оно у вас убежит в процессе выпечки. Если ваше повидло недостаточно густое, можно добавить к нему крахмал, агар-агар, проварить, дать остыть и начинять ватрушки. Наши ватрушки с повидлом готовы!